Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по Quixel Mixer Asset. В этой части я продолжу построение окна для дисплейсмент карты, которую экспортируем в Quixel Mixer. А также покажу, как работать со специальными профилями для кривых. Ставим палец вверх, пишем комментарии и подписываемся на канал, если Вы еще не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. В третьей части мы остановились на создании подоконника. Теми же инструментами создаем остальные части окна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 3D Code есть замечательный инструмент Vox Hide и именно сейчас я его использую. Он работает на воксельных слоях и позволяет скрывать или снова показывать часть геометрии. Таким образом, можно очень быстро получать такие формы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, если использовать Cut или Box Hide под определенным углом, вы можете получать такие интересные скосы. Субтитры создавал DimaTorzok Главное, не забудьте нажать Enter после всех выполненных операций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Кстати, Вы можете использовать PAUSE инструмент как в каналах FFD в 3ds Max или Deform в Maya. Далее, продолжаю детализировать окно с помощью примитивов. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Для чего я создал эти вспомогательные объекты, Вы чуть-чуть позже узнаете. А сейчас, давайте создадим специальный профиль, который будем пускать по кривой. Для этого скрываем все, создаем новый слой и после чего добавляем любой примитив. Обязательно на виде ТОП делаем последующие операции. В 3D-код есть замечательный редактор кривых. Curves Editor. Чтобы его активировать, идем в меню Curves и выбираем Activate Curves Editor. Обычно я начинаю работу не с без Е кривых, а черчу простые прямые. После чего, просто их сглаживаю, редактируя вертексы. Мне так намного удобнее. Чтобы разобраться в моем workflow, давайте начертим какой-нибудь профиль с помощью 3-го инструмента. После того, как Вы начертили любой профиль и замкнули его, выбираем второй инструмент и просто наведя на вертекс кривой, нажимаем правую кнопку мыши. Затем просто передвигаем эти вертексы в пространстве. Таким образом, получаем нужный профиль. Теперь, чтобы применить кривую, Вы можете нажать правую кнопку мыши и выбрать Apply Curves или кликнуть на эту кривую в Curves 3 окне. Это окно можно включить в меню Windows Popups. Выбираем кривую, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем то же действие. В итоге, Вы получите нужную геометрию. Затем, чтобы удалить кривую, выбираем ее в списке. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Delete Item. Затем, применяем инструмент Resample к этому профилю. Кстати, Вы можете назначить любую комбинацию клавиш для этого инструмента. Просто наводим курсор на него. Нажимаем End и назначаем нужную комбинацию клавиш. В Required Polycount задаем нужное количество полигонов и нажимаем ОК. Затем, нажимаем правую кнопку мыши, наведя курсор на данный объект. Выбираем Export, Save to Splines Panel. После чего, у Вас появится специальное окно, в котором можно настроить клонирование объекта по оси Y. То есть расстояние между этими копиями. Настраиваем значение так, чтобы не было никаких пробелов и нажимаем ОК. В следующем окне Reduction Percent Time 70%. Теперь, если Вы зайдете в папку курс, Вы обнаружите данный профиль. Затем, если Вы начертите любую кривую в пространстве. Вы можете применить этот профиль к ней. Для этого, выбираем кривую в списке Curves 3. Нажимаем правой кнопкой мыши и кликаем на Attach Tube Omodels Array. После чего, выбираем нужный профиль и увеличиваем радиус. Как видите, профиль применился к кривой. Таким образом, Вы можете создавать разные интересные орнаменты и так далее. В любой момент, Вы можете выбрать другой профиль и получить иной результат. Применив другие настройки. После того, как Вы довольны результатом. Нажимаем Apply Curves и делаем Resample данного объекта. Это все я рассказал для того, чтобы Вы без проблем могли создавать объекты, которые я сейчас буду добавлять к дизайну окна. Но об этом поговорим в следующем уроке. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!